Десятки задержанных есть пострадавшие в Беларуси накануне в день выборов президента страны после закрытия избирательных участков на улицах Минска и еще ряда других белорусских городов начались массовые беспорядки, которые продолжились практически до утра. Силовики для разгона недовольных итогами голосования применили спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ митингующие на улицах начали возводить баррикады. В соцсетях опубликовано видео, как автозак на большой скорости двигается сквозь толпу протестантов. Сообщается, что серьезно пострадал один человек. Еще десятки, как сообщают СМИ, пострадали от избиения, от гранат, резиновых пуль. Протесты стихли лишь к утру, в день голосования, как пишут журналисты. В стране наблюдались проблемы с интернетом, а вечером перестали работать сайты ряда белорусских СМИ. По предварительным данным Центра избиркома на этих выборах вновь побеждает действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 81%. Его главный соперник, 37-летняя Светлана Тихановская, 8%. Она жена арестованного блогера Сергея Тихановского. В ее поддержку объединили усилия ресурсы предвыборной штабы банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало. В оппозиционном штабе заявили, что согласно альтернативному подсчету голосов, наоборот, 80% избирателей проголосовали за Тихановскую. В республиканском штабе сегодня отменили традиционный по утрам онлайн-брифинг Минздрава по суточной статистике по коронавирусу. Данные были лишь опубликованы на телеграм-канале штаба. Согласно ним, за последние сутки выздоровели 407 граждан. Новых случаев COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии зарегистрировано 258. Таким образом, общее количество заболевших с начала коронавирусной эпидемии в нашей стране перевалило за 40 тысяч человек. Если точнее, 40 177. Из них более 80% благополучно вылечились. 1474 кыргызстанца, к большому сожалению, не выдержали под натиском коварной болезни. Шестеро из них скончались за последние сутки. Среди них, как пишут местные СМИ, прокурор Соколукского района Бахтебек Сыргаков, ему было 57 лет. Днем ранее также сообщили о смерти от двусторонней пневмонии полковника милиции, главного специалиста секретариата МВД Джаныша Азизова. Коллектив телеканала НТС выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших кыргызстанцев от коронавирусной болезни. Главный пульмонолог Минздрава Талант Сурумбаев уверен, что переболевшие коронавирусом люди, если вдруг заболеют повторно, то перенесут его уже гораздо легче. По его словам, на сегодняшний день все еще не ясно, может ли человек повторно заразиться. Пока нет таких данных и всех интересует вопрос, насколько сохраняется иммунитет у переболевшего человека. Сурумбаев думает, что надолго и граждане, которые тяжело перенесли болезнь, как советует доктор, не должны бояться, что они снова заболеют. Также, по словам Сурумбаева, после лечения не должно быть боязни и страха, что человек может заразить других. Через две недели после выписки из стационара пациент безопасен, не является источником заражения. При этом у него еще в течение двух месяцев могут проявляться симптомы. Например, усталость, тяжелые дыхания, боли в груди. Это, как считает главный пульмонолог, не означает, что человек не вылечился от коронавируса и у него не признаки повторного заражения, а признаки восстановления организма. Лечиться в таких случаях нет необходимости. Но другие болезни никто не отменял. У переболевших коронавирусом могут быть признаки сердечной болезни, болезни легких. Тогда нужно обратиться к профильным специалистам, получить соответствующую консультацию и при необходимости пройти лечение. Иммунитет сохраняется, по той информации, которой мы владеем, он сохраняется достаточно долго. Я не могу сказать конкретно какие-то определенные месяцы, годы. Но хочу сказать, что иммунная память останется на долгое время. Это означает, что даже через год, через два года, если человек встретится вновь с этой коронавирусной инфекцией, то организм обязательно будет узнавать его. И организм обязательно ответит защитной реакцией. Это будет выработка специфических антител, другие иммунные механизмы будут подключены. Но речь идет здесь о врожденном, приобретенном иммунитете. И даже если человек заболеет, то он болезнь перенесет легче. Бывшие кыргызстанцы, а ныне граждане других стран, по сравнению с иными иностранцами, теперь будут иметь привилегии, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, пересечения государственной границы, получения образования и лечения. Соответствующий закон подписал президент Суромбай Джиенбеков. Документы, отметим, был принят Джогарху Кенешем 11 июня. Согласно поправкам, теперь иностранцы, которые раньше были кыргызстанцами, вправе получить статус соотечественника с иностранным гражданством, который действует бессрочно. Этот статус также могут получить их дети и внуки, даже если они никогда не принадлежали гражданству Кыргызстана. Отмечается, что этим правом не могут воспользоваться граждане приграничных с нашей страной государств. Ну а тем, кто получит этот статус, теперь не требуется получение визы для въезда в Кыргызскую республику, не требуется получение вида на жительство, а также разрешение для работы на территории республики. Закон также предусматривает, что для соотечественников с иностранным гражданством устанавливаются равные с гражданами Кыргызстана условия оплаты за обучение в образовательных организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также равные условия оплаты за оказание платных медицинских услуг, предоставляемые организациями здравоохранения. В случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранец, получивший этот статус, он обязан в течение 10 лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской республики. Одних Акимов ротируют, другие сами увольняются, чтобы баллотироваться в депутаты. Сегодня стало известно, что мэр Бишкека подписал распоряжение об освобождении с должности Акима Ленинского района столицы Токтосуна Султанова. Его переводят на другую работу. А вот его коллега Аким Иссыкульского района Данияр Имманалиев решил покинуть свою должность, потому что теперь хочет стать депутатом Джогурху Кенеша. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. Отметим, в минувшую субботу в отставку подал полномочный представитель правительства Вожской области Узарбек Джилкебаев. Он также заявил, что его уход связан с его участием в предстоящих парламентских выборах. Джилкебаев, напомним, уже был депутатом. В 2015 году он был избран в составе СДПК. Затем через два года был назначен полпредом в Иссыкульской области. А через год возглавил Ожскую. Вымогали взятку у своих подчиненных. ГКНБ сообщает о задержании подполковника милиции, командира отдельного подразделения системы МВД. Как отмечается, 8 августа он был пойман с поличным при получении 2000 долларов от своих подчиненных за сохранение ими должностей. Вместе с командиром 3-го батальона службы охраны МВД задержан также его заместитель. В случае отказа дать деньги, командиры угрожали своим подчиненным уволить их из органов внутренних дел. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается. Вслед за Иссыкульской областью разрешили работу общественного транспорта и в Баткенской. Региональный штаб решил, что в области уже можно запускать на линии маршрутки и автобусы между селами и городами. При этом водители строго должны выполнять санитарно-эпидемиологические правила и требования, а руководители автотранспортных предприятий должны обеспечить регулярную дезинфекцию и проводить регулярные рейды по их работе. Отметим, межрегиональный общественный транспорт пока еще не разрешен. Аргентина, Россия, Эквадор – вот такое видео появилось накануне в соцсетях. Пользователи восхищаются поступком иностранцев, которые приехали отдыхать на Иссыкуль и, уезжая с места пикника, забрали с собой не только свой мусор, но и собрали в округе отходы, оставленные другими отдыхающими, и вывезли все на свалку. Позже выяснилось, что это был режиссер из Аргентины Марселла Зиглер со своими друзьями. Он также на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с места, и большинство пользователей выразили благодарность иностранцам, призвали неосознательных соотечественников постыдиться и не мусорить на природе. Нашлись и те, кто удивился, как был упакован мусор в багажнике вместе с арбузом, гитарой и личными вещами туристов. Один из пользователей с сарказмом написал, что если бы это не были иностранцы, подумал бы, что, скорее всего, они скоро будут баллотироваться в депутаты. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова